приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поговорим и уделим внимание 10 февраля поговорим а что за такой 10 февраля за день домового что категорически нельзя делать чтобы не привлечь беду также почему в этот день очень важно вести чистоту в доме и задобрить домового а также поговорим о народных приметах и поверьях которые нам подскажут каким будет лето 2022 года далее все более подробно всем приятного просмотра итак друзья 10 февраля и этот день посвящен ефрему сирину а вот православная церковь чтит память ефрема преподобного он был учителем богословом и поэтом христианской церкви а также учителем церкви еще в четвертом веке среди его трудов особенно важны толкования святого писания в общественности его прозвали также еще и запечником ветродуем прибатником и сверчковым заступником молятся же преподобному ефрему если человека одолевает ненависть гнев или какая-то злоба женщины просят святого выразумить сердитых мужей которые склонны крику к избиению и унижению а также молятся о мире в своей семье в доме и в государстве еще в этот день отмечают именины домового без которого крестьянин мысля образно не мог представить своего хозяйства домовой очень любил помогать людям которые были добрые трудолюбимые а также в их них домах и дворах всегда была чистота и порядок и обходил стороной семьи домовой где царили разруха ненависть злость и боль конечно все мы с вами с детства и все мы хорошо помним истории про домовенка которого стоило уважать и задабривать насыпать теплую кашу отрезать пирог наливать в стакан теплое молоко и оставлять конфеты после того как семья поужинала продукты оставляли в у печи в ожиданию что ночью домовой придет и отведает угощение а он свою очередь будет охранять ваше жилье от несчастья и бед поэтому не забывайте и в наше современное время радовать старичка вкусностями на кухне на ефрема нельзя было и убивать в доме никаких насекомых это касалось и пауков и тараканов сверчков прочего чтобы не обидеть домового если в день приключилась беда или опасность или заболел родной человек то говорят что домовой проказничает или же просит больше внимания и доброты поэтому старайтесь задабривать его сегодня и делать только хорошие поступки а своим поведением домовой отблагодарит вас также папу ветру на ефремов день судили о погоде говорили что любая погода хороша только бы не ветер если же на улице обрывался ветер то считалось у наших предков что это к сырому году лето будет сырое и холодная а если лес становился черным то будет а теперь а если воздух над лесом становился густой то год будет ненавистным и очень дождливым поэтому ждите неделю мороза если с ним будет идти как мелкая крупа 10 февраля снегопад будет если петух во дворе свой хвост волочит а если лошадь ложилась на снег в этот день это прогнозировала быструю оттепель также вам сегодня не помешает сделать уборочку так как в этот день входить с грязным полом не рекомендуется считается что есть в вашем доме порядок то хозяин жилища домовой накажет неряху болезнями и неудачами поэтому не стоит откладывать уборку это как раз тот день когда стоит этому посвятить свое драгоценное время вы можете не просто убраться сделать генеральную уборку и большую стирку таким образом заработайте большой плюс от домового и не придется убираться на этих выходных а сэкономленное время можно будет потратить на музей театр или концерт любимого исполнителя говорят что 10 февраля не следует окружать себя дурманящими ароматами упомрачительными запахами и в том числе духами в ином случае ваша голова будет болеть несколько дней и стоит всего пропустить в этот день и использование любимого парфюма и предупредить коллег по работе особенно если вы работаете только в женском коллективе свежий воздух сегодня в офисе должен быть сами понаслышке знаете как все любят напшикаться всем да и побольше если вы давно не рыбачили то как раз сегодня тот день для того чтобы пары съездить на рыбалку и отличный день для проведения именно этого дня в этом хобби осталось только найти компанию и решить чтобы вкусно приготовить на ужин из дневного улова или берите супруга и устройте себе свидание на двоих где будет зимний морозный ветерок термос чаем сулугуни в лавашей парочка недавних анекдотов которые вы прочли в утренних новостях старайтесь сегодня больше смотреть на себя со стороны любуйтесь собой проходя мимо зеркал у вас дома наши предки говорили что чем чаще на себя вы смотрите в отражении 10 февраля тем больше красоты и обаяния будет поэтому настоятельно рекомендуется проходить мимо зеркала полюбоваться собой и скажут сказать себе пару-тройку волшебных слов например я самая здоровая или я самая богатая самая счастливая желательно сегодня когда вы только увидели зеркало всегда произносить сегодня эти слова также сегодня вы можете купить и небольшое настольное зеркальце на работу и не сводить себя глаз целый день а вот в эту ночь в снах вы можете увидеть трудности и преграды которые мешают достичь вам цели но не бойтесь это будет всего лишь предупреждение и наброски того с чем вам придется столкнуться стоит от это воспринимать как подготовку для того чтобы собраться с силами и быть готовым к различному на своем пути а столкнувшись с трудностями никогда нельзя сдаваться и бежать вы должны оценивать ситуацию искать пути решения верить в то что все делается только к лучшему помните что терпение вера и усердие это ключ к победе считалось что тот кто рожден 10 февраля он автоматически становился счастливчиком поэтому сегодняшние именинники проверяйте свою удачу на всем покупайте лотерейные билеты участвуйте в розыгрышах в интернете может даже вам повезет и вы найдете магазин где что-то разыгрывают прямо здесь и прямо сейчас не проходите мимо это не а вас сегодня врывайтесь туда и участвуйте ведь удачи с успехом сегодня только на вашей стороне запрещены в этот день любые ссоры скандалы не нормативная лексика и выяснение отношений будьте добрее к людям и миру на каждое плохое слово выучите два хороших слова а после то такого такого любая ссора вам точно не страшно во первых будет развита хорошо память и не так уж просто будут запомнить новые слова во вторых грамотно спокойно и без нецензурных слов вы сможете поставить любого человека на место да это задание не из легких но если у вас получится вы останетесь в выигрыше это точно сто процентов итак друзья сегодня 10 февраля обязательно поздравляем домового с днем рождения и даем ему наказ который звучит следующим образом береги наш дом и нас в нем добро умножай а зло отражай и обязательно сделать ему вкусненький сладенький подарок и друзья пусть ваших домах всегда будет счастье достаток здоровья и самый добрый и заботливый домовой ну а далее у нас с вами лунный календарь и на 10 февраля 2022 года по лунному календарю нас с вами ожидают 10 и 11 лунный день растущая луна в знаке зодиака близнецы обращаем ваше внимание что в этот день силы в организме начинают бить фонтаном созидание во всех смыслах главный девиз и тема даже этого дня и вы знаете энергетически очень сильный день и питает нас этой энергией всех так что сегодня стоит ожидать необыкновенного прилива сил бодрости и оптимизма когда хочется свернуть горы поэтому вершите творите сегодня созидайте не бойтесь проявлять инициативу и браться за самые сложные задания помните сегодня 10 февраля вам все будет по плечу в этом потоке жизнерадостности нужно будет найти время чтобы посвятить его своим корням предкам истории своей семьи если есть время и возможность навестить и родителей посмотрите с ним старые фотографии поговорите с ними о вашем роде еще раз изучите вспомните свою родословную этот день будет очень удачен для создания новой семьи браки совершенные в этот день очень крепкий и редко заканчиваются разводом в этот день может произойти постижение каких-то высших истин при общении к божественным знаниям которые откроют вам очень важные тайны они могут указывать вам на то в каком направлении надлежит двигаться дальше очень часто такие просветления дарят очень неожиданно когда их совсем просто не ожидаешь также сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством дома это семейный день хорошо быть вместе с семьей и близкими приглашать родственников очень уместно в этот день будут вспомнить традиции своей семьи своих предков так как эти традиции вы можете поддерживать и укреплять в будущем именно в этот день рекомендуется начинать строительство и дома для семьи и если будет печаль то она кажется кратковременной она быстро и легко забудется однако не рекомендуется сегодня путешествовать что же касательно стрижки то стрижка волос сегодня делая такую стрижку вы нарушите гармонию дня что может повлиять на ваше здоровье в будущем более того новая стрижка по может получиться неряшливой и будет долго отрастать именно в этот день стоит запланировать курс лечения волос и начать пить витамины проконсультировавшись с врачом сделайте массаж головы и шеи это улучшит улучшит приток крови к луковицам волос скоро вы заметите что не только волосы стали расти лучше но и кожа лица приобрела более здоровый вид обращая ваше внимание что этот день хорошо подойдет для доведения до ума вашего образа или стиля будет здорово если вы измените образ за счет удлинения волос ваш мужчина непременно это оценит наращивание волос и увеличение густоты натуральными прядями благоприятно повлияет на вашу ауру окраска натуральными красителями поможет расположить начальство к вашей персоне но сегодня рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще потому что это усилит проводящую функцию волос вот такой друзья у нас сегодня с вами день 10 февраля 2022 года обязательно сегодня уделите внимание домовому угасить его вкусняшками и обязательно поблагодарите за работу и службу также в этот день обязательно уделите внимание уборки своего дома или квартиры друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео а мы с вами уже услышимся в следующем видео